Всем здрасте, это Шамшурин. И напоминаю, что это видео одной из серий такого челленджа, когда каждый может задать мне вопрос любого характера. Приветствуются вопросы из темы отношений все-таки. Я на них отвечаю. Вопросы задаются мне либо в комментариях здесь под видео, только они должны быть развернуты, посвящены какой-то конкретной теме, конкретному вопросу. Либо они задаются в инстаграме, в личке, то есть, соответственно, тут же есть ссылка. И я на эти ваши вопросы отвечаю. Бывают интересные, бывают не очень интересные. По мере количества поступлений этих вопросов я буду отвечать на более интересные. Владимир, добрый вечер. Пару лет назад познакомился на одном мероприятии, общался с девушкой по сети, чисто как с другом. Интересная, конечно, история. Зачем вы вообще это делаете, если вы общаетесь чисто как с другом? У вас мужчин, друзей нет или что? Понятно, что, скорее всего, ты общался не чисто как с другом. И ключевое, что нужно все-таки быть с собой максимально честным, тогда что-то из этого получится. Потому что она хоть и была милашкой, меня не привлекала как женщина. Потом у нее начались какие-то загоны психологические, и мы перестали поддерживать контакт. Я о ней и забыл. Теперь, спустя года два, она снова, ну, загоны и не загоны, скорее всего, она поняла, что с тобой кашу не сварить, и перестала с тобой общаться. Теперь, спустя два года, она снова начала активничать в сети, и я наткнулся на ее страницу. Удивился. Она начала намного справляться со своими загонами, благодаря психиатрам, психотерапевту. Конечно, конечно, благодаря этим шарлатанам она и начала справляться со своими загонами. Точно. Угадал. И очень похорошела. Стал женственный прямо мой типаж девушек. Я тебе так скажу, женственность это как бы совокупность и поведения, и самоощущения, и еще и подачи. То есть, как она выглядит. Понимаешь? И всего этого психотерапевта далеко человеку дать не могут. Вот. Похорошела, в общем. Прямо мой типаж девушек. Вопрос. Как лучше выстроить с ней коммуникацию для дальнейших отношений? Потому что из контактов только ее соцсети. И не совершаю ли я этой попыткой отношений огромную ошибку, которая подкинет мне немало проблем на голову? Хотя проблем я и не боюсь. Значит, я тут себе накидал. А что нужно сделать, чтобы... Вот. Как лучше выстроить с ней коммуникацию для дальнейших отношений? Что-то из ряда вон выходящие, по-твоему, нужно сделать? То есть, ты берешь... А, да. Там же у тебя еще написано, что ведь у тебя есть только... Из контактов только соцсети. Давай представим, что если тебя укусила ядовитая змея какая-нибудь, какой-нибудь, не знаю, гремучник. Вот. И противоядие есть только у какого-то человека, от которого у тебя есть только соцсети. За сколько минут ты найдешь его телефон? Скажи-ка мне, пожалуйста. Поэтому вот эти истории не надо мне рассказывать, потому что из контактов только соцсети. Напиши, там что-то открой ее как-то с какой-то там попытки рассказать что-то про ее фотографию, какую-то яркую зацепись из упражнения горлом. И, в общем, скажи, давай телефон, позвоню, поболтаем. Плюс я тебе так скажу, что в соцсетях сейчас тоже можно созваниваться. Как выстроить с ней коммуникацию для дальнейших отношений? Удивительно сложная вещь. Берешь телефон, звонишь, ключевое. Можешь предварительно какие-то видеосообщения подправлять, только не свой член, пожалуйста, а свое лицо на позитиве. Вот так вот. И говоришь, хочу увидеться, давай увидимся. Все. Предлагаешь встретиться, встречаешься, идешь на свидание. Там ее заинтересовываешь, соблазняешь. На первом, или на втором, или на третьем. На каком захочешь, или на каком сможешь, вернее. Ты с ней сближаешься. Все очень просто. Все предельно просто. Только тут вопрос. А может не надо сразу думать об отношениях? То есть такой вопрос. Не совершаю ли я этой попыткой отношений огромную ошибку? То есть, а кто тебя просит, во-первых, сразу же, и это в чем ошибка многих мужчин, сразу же лезть в какие-то отношения? Вот прям у вас есть такая проблема и беда, что у вас секс ассоциируется только с отношениями. А должно быть так. Ты делаешь попытку, скажем так, сблизиться с девушкой. Параллельно ты смотришь, подходит она тебе, как человек для отношений, или нет. Если ты видишь, что что-то подходит, возможно, ты как-то корректируешь свое поведение. А это я говорю о том, что, может быть, ты не сильно торопишься с сексом. Или, например, максимально показываешь, что для тебя это не самый приоритетный сейчас вопрос. То есть, ты как бы спокойно к этому относишься. И ты хотел с ней намного большего. Если ты понимаешь, что эта девушка не подходит тебе для отношений, ну, сразу видишь какие-то моменты. А здесь, я так понимаю, ты их до этого видел. А ее характер вряд ли так быстро поменялся, как ты пишешь. То ты уже понимаешь, что отношений с этой женщиной тебе не хочется. И, по идее, тебе намного легче и проще прийти к ней, с ней к сексу, сблизиться. Потому что тебе уже пофиг, у тебя значимость этой женщины сильно падает. Как-то так. И вопрос, а может быть, не надо все-таки сразу пытаться выстроить отношения. Давай ты с ней пойдешь на свидание сначала. Ты с ней переписывался там хрен знает сколько лет, потом вообще перестал. То есть, ты с этим человеком вживую, я так понимаю, не общался вообще. Где логика тогда? Сходи на свидание, пообщайся. Не надо сейчас сразу ассоциировать эту встречу с какими-то там потенциальными отношениями. Причем, как бы, я еще раз говорю, что для отношений или не для отношений практически никак не отличается. То есть, ну, как бы, начало у них одно и то же. Тебе надо с этой женщиной встретиться. И дальше уже смотреть. Но не надо торопиться. Как это сделать? Тебе просто нужно быть собой. Нет никакого суперскрипта. То есть, тебе нужны две вещи основные. Это быть собой. И вторая вещь, это быть наблюдательным. Слышать, слушать, что она говорит. Не думать только о том, как ее там развлечь, как прожонглировать, как сделать так, чтобы ей понравиться. А думать о том, так, а подходит мне такое или нет, а нравится мне это или нет. Неплохо бы еще начать задавать какие-то интересные, важные для тебя вопросы. И плюс, конечно же, тебе необходимо знать, на что нужно обращать внимание для того, чтобы понять, подходит ли эта девушка для отношений или нет. У меня это есть в моих платных программах про отношения. И, кстати, если ты еще не смотрел мое бесплатное двухчасовое видео, и это касается не только тебя, кто задал вопрос, а всех остальных, в котором я рассказываю о системе Шамшурина. И даю полный расклад о том, как эффективно привлекать в свою жизнь самых лучших девушек и удерживать их в твоей жизни. Обязательно посмотри это видео, потому что оно абсолютно бесплатно. Оно находится по ссылке здесь, под этим видео. Ты переходишь и смотришь. К тому же, вместе с ним ты получишь еще ряд обучающих видеоматериалов. Все это абсолютно на халяву. Но обязательно тебе это надо зайти, зарегистрироваться и посмотреть, потому что там ты найдешь для себя очень много полезного. Так вот, не совершу ли я ошибку? Не знаю. То есть прикол в том, что у многих людей есть такая привычка. Они привыкли складывать ответственность за свою жизнь на других людей. В данном случае ты складываешь ответственность за свою жизнь на меня. И ты говоришь, не совершишь ли ты ошибку? Откуда я знаю, совершишь ты ошибку или нет? Ты можешь, как бы, если ты сейчас ассоциируешь просто секс с отношениями, это уже говорит о том, что ты можешь совершить миллиард ошибок. Если ты не можешь отличить, как должна выглядеть женщина, которая тебя устроит в отношениях от какой-то там прошмандовки, ты уже совершишь много ошибок. Если ты сейчас не имеешь возможности выбирать себе женщин, то ты, конечно же, совершишь ошибку, потому что у тебя других вариантов, кроме нее нет. Почему у тебя нет этой возможности выбирать? Потому что если бы у тебя был выбор, если бы ты мог легко пойти познакомиться с любой девушкой вообще просто, пошел познакомился, пригласил ее на свидание, занялся сексом, не знаю, перевез ее к себе, сказал, все, собирай вещи, будем жить у меня, люблю, хочу от тебя детей. Все, все очень просто. Хотя для вас это реально сложно, в этом весь прикол. Вы сами себе в своей башке выстроили эту стену, эти преграды, эти проблемы, эту сложность. Если бы у тебя был такой навык легкого общения, соблазнения женщины, ты бы не задавал такой вопрос. Ты бы сейчас не говорил, что вот я три года назад общался, переписывался с какой-то девушкой, тут она появилась. Да ты бы забыл уже про нее, понимаешь, в чем прикол? Потому что не надо перекладывать на меня ответственность за свою жизнь. Да, я могу тебе что-то посоветовать, но как бы очевидно, что человеку не советую, если, например, ты говоришь, я хочу научиться плавать. Я говорю, отлично, приходи в бассейн. Ты говоришь, я вот в бассейн не пойду, можно мне просто, там не знаю, рассказать, как нужно плавать. Чувак, если ты не пойдешь в бассейн, то ты не научишься плавать. Что, если я тебе скажу, или кто-то другой тебе скажет, что завтра нужно прыгнуть с 11 этажа? Ты тоже послушаешь и это сделаешь. И у тебя написано, не совершу ли я ошибку, которая подкинет мне немало проблем в голову. Во-первых, как бы, конечно же, отношения это не только радость, счастье и веселье. В отношениях могут быть проблемы. Ты пишешь, хотя проблем я не боюсь так-то. Супер, это круто, это мужские. Но если твои отношения в большей степени это проблема, то есть чаще всего у вас какие-то там затыки, споры, причем не внешние проблемы вы решаете, а внутри вашей семьи или ваших отношений, то это хреновые отношения. Отношения должны приносить радость, энергии тебя заряжать и так далее. Конечно, бывает всякое, но преимущественно ты должен там какой-то ловить позитив. Значит, смотри, резюмируем ответ на это видео. Как мне с ней сблизиться, что мне надо сделать и так далее. Возьми и соблазни ее. Какой вопрос, такой ответ. Если бы ты умел это делать, если бы ты прошел мой тренинг или что-то в этом духе, сам себя заставил бы, как-то замотивировал, у тебя бы не было никаких проблем. Как мне это сделать? Позвонил, пригласил и так далее и тому подобное. Что нужно делать там? Не нужно сейчас думать ни о каких отношениях. Нужно сейчас просто присматриваться к этой женщине, внимательно за ней наблюдать и потом уже решать отношения, не отношения. Я бы еще с ней сначала сексом занялся и потом понял, устраивает меня она в этом вопросе в том числе или нет. Как ты поймешь, она это или не она? Да, еще раз, есть огромное количество материалов у меня, в которых я рассказываю, как понять. Здесь у меня нет ни малейшего желания повторять эту информацию. Но одно скажу точно, что как ты поймешь, что она точно не твое? Поймешь ты, если у тебя не будет сильной значимости этой девушки, если ты адекватно будешь понимать, что если сейчас не она, то я пойду и познакомлюсь с еще кучей других, таких, как мне нравится. И самое главное, что поверь мне, если она будет делать или говорить что-то, что не коррелирует с какими-то твоими внутренними установками, убеждениями, принципами, ты сразу же это увидишь. Еще раз напоминаю, теперь часто буду напоминать, значит, бесплатные материалы. Это видео о системе Шамшурина. Система привлечения, поиска, построения отношений с женщинами и удержания этих женщин рядом с собой, этой женщины. Пошагово расписано, что нужно сделать для того, чтобы все в этом плане получилось. Видео почти два часа, есть еще дополнительные бесплатные обучающие видосы. Все это здесь по ссылке, ты заходишь, регистрируешься и наконец-то начинаешь в этом направлении что-то делать более продуктивное, чем просто смотреть мой канал. Как-то так, плюс опять же жду от вас новых вопросов. Челлендж пока еще не закончился, буду отвечать на интересные вопросы. Хотя эти вопросы пока что уровни первоклассников. Все, давайте, это был Шамшурин, пока.